Добрый-добрый-добрый день, добрый-добрый вечер, доброй-доброй ночи. Здравствуйте, мои дорогие, с вами я, ваша Вивьена. Здравствуйте, мои дорогие подписчики, здравствуйте, дорогие мои гости канала. И здравствуйте те, кто первый раз зашел на канал. Канал с раскладами, с ритуалами, с медитациями, с онлайн-ритуалами, с онлайн-медитациями. Все, что пригодится в вашей жизни. И если вы по рекомендованным увидели видео с этого канала «Ведунья Вивиена» или со второго канала «Вивиена и жизнь», знайте, это ангелы вам дали какой-то знак, чтобы вы зашли и что-то здесь узнали новое. Я очень рада вашим подпискам, я очень рада вашим комментариям. Пишите комментарии, ставьте смайлики вместо комментариев, если трудно что-то сказать. Я очень рада, я все комментарии ваши просматриваю и отвечаю. А также я очень благодарна вам, очень, за ваши донаты, я очень благодарна. Большое спасибо. Подписывайтесь в группу Facebook, на страницу ВКонтакте. Также, если кому-то надо лично, пожалуйста, я очень рада вас принять. Но понимайте, что здесь это все в дар, в подарок вам. А лично – это, конечно, лично. Общие расклады – это общая, это как-то ситуация. Лично может быть совсем другой результат. Потому что мы иногда смотрим что-то и под себя подделываем. А вот сегодня у нас будет такой расклад, стопроцентный откровенный разговор с ним. Вот сделаем так, как мы обычно делаем, он – вы. Я люблю такой диалог, и он действительно очень интересен. Первые такие цветы. Вот видите, я когда открываю окно здесь, в этой комнате, то за окном огромные кусты, вот они сейчас начали цвести. Они будут такие великолепные и будут цвести практически все лето. Это безумная какая-то, нельзя так говорить, какая-то великолепная, неземная красота. Но именно земная. И я вам их показала, чтобы вы улыбнулись, порадовались. Посмотрите, как красиво. Удивляйтесь всему в жизни. Удивляйтесь, улыбайтесь. И жизнь засветится всеми красками радуги для вас. Не живите в страданиях. Они приводят только к страшным болезням и преждевременной смерти. А надо жить. И сейчас мы отставим этот цветок вот сюда. Будет видно, не видно, но не важно. Подставим его сюда. Так, и будем смотреть. Сначала мы будем смотреть на Старо онлайн. Сегодня я буду смотреть на Таро темных откровений и на Золотом Таро, а также на другом. А сначала мы найдем его и вас. Вот он к вам спешит. Сначала найдем его и вас. Как обычно. Сейчас успокоились. Только в медитации можно что-то правильно узнать. Успокоились, отставили чашечки. Отставили у кого-то вино красное. Красное такое терпкое вино. Или что-то такое красное, как компот красное. Почему-то пахнет вишней, что ли. Я всегда запахи ваши чувствую. Ох, выскакивают карты. Что выскочило? Союз. Хорошая карта. И сейчас будем искать вас и его. Что у него конкретно в энергетике и у вас. Мы будем смотреть прямо вместе. Я смотрю всегда только по прямым значениям. Пока не видно. Так, вы появились, таинственная леди. Ждете какого-то сообщения. Какие-то трудности у вас есть. Так, сейчас мы вас... И сейчас его. Вот он спрятался. Вот он у нас прятальщик. Вот у него. И мы сейчас посмотрим. Он у него, у него, у него. Вот он сам. Сейчас мы это уберем. Чтоб не мешалось так. Ох, крысы какие. Тут была карта крысы. Вот она. Вот он. И вот вы. Что у него сейчас на данный момент? То есть какая у него энергетическая оболочка? Какие там у него страхи, страдания? Что у него сейчас? Сейчас, ну, человек думает, первое, что может быть, человек думает о своей семье и о детях, которые у него есть. Это первое. Второе. Человек ждет от какого-то союза. Это может быть и любовный союз, и союз коммерческий какой-то, и работа. Вот от чего-то нового. У него рождается что-то новое. Может быть, и дети родились у кого-то. Но здесь у человека рождается что-то новое. Но вот видите, он боится, что вот у него сейчас какая-то вот эйфория, что ли, чего-то он задумал. Что-то вот такое у него в душе вроде бы как открывается. Но он боится, что ключи счастья у него могут опять кто-то забрать. Потому что у него что-то вот какие-то крыски на сердце выжирают его. Помните, я вам давала методику, как от человека отойти, чтобы не думать о нем? Методика очень интересная. Как вы крысу пропускаете через себя и вытаскиваете. И эта крыса – это человек, который вы хотите забыть или не мучиться. И вот вы. А вы у нас такая сейчас на данный момент таинственная. Кто-то чему-то учится. Кто-то познает новые знания. Кто-то здесь из девочек, которые действительно интересуются эзотерикой, магией. И понимаете, то есть у вас идет открытие каких-то дорог, открытие внутреннее. Вы хотите повернуться к новому, к каким-то новым познаниям. Это может быть в различной сфере, это не обязательно магия. Но здесь именно идет открытие, что вы хотите открыться миру, вы хотите что-то узнать новое, вы хотите познавать. Но могу сказать, что у некоторых это будет очень тяжело доставаться. То есть вот как по лестнице вверх, по лестнице вверх, по лестнице вверх. И чем выше лестница, тем труднее подниматься. Но вы решили, что вы пойдете по какому-то, по какому-ному пути. Ну тогда мы оставляем его, если подходит. Расклад общий смотреть нужно сначала до конца. И будем разговаривать. И будем разговаривать с ним. Откровенный разговор с ним вот сейчас. Ну я буду брать, наверное, сейчас подумаю, какую колоду на кого положить. Так. Если на него. Ну, на него, значит, эта колода. Вот я открыла, прям сразу император. Значит, на него будет колода откровений. А на вас будет колода. Вот вы видите, вы хотите учиться что-то куда-то вперед. На вас будет колода золотой таро. И будем докладывать другие еще карты. И начинаем. Ну раз откровенный разговор с ним сейчас, то давайте пусть он начнет этот разговор. Давайте пусть он начнет этот разговор. Еще раз говорю, большое спасибо вам за донаты. Я очень вас всех уважаю. Именно уважение это высший пилотаж. Люди, я вас очень уважаю. Мои подписчики, мои гости. Ну давайте. Допустим, он начал разговор. Привет, дорогая. Ух ты. То император, то маг. Ну человек с харизмой еще стой. Смотрите. Привет, дорогая. Знаешь, я соскучился. Но мне что-то мешает. Мне мешает какое-то прошлое. Мешает что-то недосказанность какая-то, что мы не туда зашли. Ну я тебе прям говорю, это я на коне. Я маг. Я творю то, что творю. И он говорит, что вам я бегу к тебе. Я хочу добежать. У меня какое-то движение к тебе. Я хочу с тобой поговорить. Тебя услышать. Что вы ему отвечаете на это? Мешает мне блокнот тут. А вы говорите, свежо предание, но верится с трудом. Я тоже, в общем-то, о тебе помню. Я к тебе стремлюсь. Но знаешь, вот именно то, что твое, что ты император, что ты маг, что ты должен все решать. Я закрываюсь от тебя уже своей любовью. Я не верю. Я что-то не верю. Потому что я уже не верю как-то, что, может быть, такая искренняя любовь или отношение. Я от тебя отворачиваюсь. Я же так тебя... Я тебя так любила. Я тебя так люблю. Я так стремилась к тебе в этом белом чистом платье атласном. С чашей любви в руках. А что он на это отвечает вам? Что он отвечает вам? Ой, да. Мужичонка тот еще. Такой еще. А он стремится вам, но с хитростью. Ой, какой мужичонка. Он же врет. Вот смотрите. Он вам отвечает. Я хочу сесть в колесницу и мчаться к тебе, как кентавр. Но здесь идет такое хочу. Но у меня есть сейчас какие-то... У меня сейчас очень много проблем, каких-то неурядиц. Я не знаю, как их разрешить. У меня проблема... Он говорит, у меня проблема денежного характера. Если вы на расстоянии, то у человека, может быть, действительно не хватает средств, чтобы приехать. Не хватает чего-то, чтобы вам это дать. У него проблема с деньгами, у него проблема... Вот там был договор. Помните, я говорил, союз договор. Вот здесь вот отвечает он, что у меня проблемы денежного характера. У меня проблемы муниципального характера. Какие вот проблемы неличные? И они мне мешают. Ну, я хочу на колеснице, но здесь человек... Понимаете, вот то, что я вижу в картах, он говорит вам. А что вы отвечаете? Потому что здесь человек не очень искренний. Половина человек, половина конь, половина конь, половина человек. А что вы на это отвечаете? Слушай, вот видите, у вас тоже. Ты убежал от любви в погоне куда-то за дорогой, за деньгами, или за чем-то, за деньгами, за долами и за запахом тайги. А я не могу все время ждать. Ты сам убежал, ты сам что-то напортачил. Ты сам... Я пыталась к тебе достучаться, дозвониться. Я хотела тебя и обнять, и поцеловать, улыбаться. А ты все время куда-то бежал и был неискренен и манипулировал. Ну, что он говорит вам на это? Так, главное, чтобы карты видны. Ой, выпала. Как карта выпала. Десятка чаш. Ну, надо же. А вы посмотрите, ну, манипулятор. Десятка чаш. Вот он, раз выпала, значит, кладем. Что он говорит вам? А он говорит вам, нет, я теперь понял, что я именно тебя люблю. Я хочу быть с тобой. Ты воплощение этой любви. Ты воплощение. Понимаете, вот эта карта обычно говорит, если вот две карты эти, даже о замужестве, о предложении руки и сердца. И он вам говорит, я хочу быть с тобой. Ты для меня воплощение женщины семьи, женщины любви. И что еще? Ну, он манипулятор. Но, вот понимаете, вы для него воплощение всего. И он вам говорит, ну, я сейчас связан по рукам и ногам. Я как повешенный. Я как жертва. Я себя ощущаю жертвой. Может быть, и я тебя предал и сделал жертвой. А сам он говорит, тут чувства есть у человека. У человека чувства в разные стороны. А что вы ему на это отвечаете? Ну, что ж, ты, конечно, можешь приехать. Но приехать нужно не с пустым совсем кошельком. Приехать нужно с добром. И с златом, и с серебром. Но если ты будешь опять манипулировать мной, то я тебя оттолкну. Я больше терпеть не могу. Что он на это отвечает? Тут сразу сейчас манипулятор немножко врет. Что он на это вам отвечает? Амператор вышел. Амператор. Амператор. Ух ты. Ты посмотрите, какие карты вы посмотрите. Он отвечает. Я невозможно тебя желаю. Я тебя просто желаю. Если человек женатый, то вы его просто каким-то образом... Ну, всё. То есть вы его влечёте именно как женщина, как желанная. Если человек просто свободный или какой-то... Это если ваш муж, то, знаете, он вас всё равно желает. Он считает, он так и говорит. Я считаю, что я твой император, и это боги послали мне тебя. Я тебя так желаю. Ты даёшь мне такую силу. Ты как пирожар птицы. Ты меня... У меня всё там и опухает, и стоит, и движется. И движение от тебя идёт. Такая энергия, что всё движется вперёд. Я без тебя не могу. Ух ты, хитрец, мудрец. А вы уже не верите. Вы как-то уже не очень верите ему. А что вы на это отвечаете ему? Ты повешенный. Это ты... Это я стала жертвой в твоих руках. Ты жонглировал. Ты... Ты делал такое. Ты... Ты просто отрубала из меня всё. Вырезала из меня сердце. Ты и вырезала. Ты я сейчас как бездыханная от этой вот усталости, от боли, которую пережила. Я вишу на одной ноге и не могу никак... Не могу никак до конца в чувства прийти. Но я встану на ноги. А теперь ты говоришь, что... Я лучшая, самая лучшая на земле. Что я воплощение всех женщин на земле. Что тебя ко мне тянет и физически, и духовно. Но ты император. А ты всё своими этими императорскими... Всё убил. А вы представляете, сейчас скажу, как же, девочки, вы его задели. Как же так? Может быть, вы его проигнорили, и вот теперь у него всё разгорается. Что он отвечает на это? Вы, девочки, молодцы. Мужчинка с ума сходит. Может, кто-то чего-то делал, там вызовы. И у него сейчас расшевелилось всё. Может, ещё что-то покрепче кто-то делал. Ну вот, понимаете, вот что он говорит. Ты для меня... Он страдает. А он действительно моральный какой-то урод, что ли, можно сказать. Он говорит, что вы для него... Вы для него принцесса посохов. Та, которая даёт движение вперёд. Но в то же время у него такие страдания, он без вас не может. Он плачет, ревёт, понимаете. Всё разлилось, кровь льётся у него из груди. Он тут вот стоит, а это вы. Понимаете? И вы плачете, и он туда. Но с другой стороны он также говорит вам сейчас... Я излучаю от тебя любовь. Я люблю тебя. Что на это вы отвечаете? Ну, на самом деле человек очень страдает. Он без вас не может. Он скрывает свои чувства под оболочкой тёмного плаща, как я говорю. И он ещё в уму говорит, я принёс тебе много страданий, но я тоже страдаю, потому что у меня есть чувства к тебе. Что отвечаете ему вы на это? Знаешь, я тебя тоже люблю. Или любили. Каждый смотрит под себя, под свою ситуацию. У меня вся жизнь завертелась, как колесо фортуны. У меня вся жизнь завертелась, как колесо фортуны. Но ты принёс мне столько страданий, столько боли, что я теперь даже не знаю, есть это любовь или любовь это страдание. А теперь ты говоришь, что ты тоже страдаешь. Ну, пострадай так, как я. Я не желаю тебе зла. Просто моё сердце ещё капает и капает и капает и капает. Что он вам на это говорит? Тут прям разговор такой тяжёлый. Мужчина страдает, могу сказать. Он вам говорит, этот мужчина. Знаешь, я вспоминаю наши встречи. Радость, фейерверк. Когда все трубы для нас играли и пели и барабаны, и тантамы. Я вспоминаю эту встречу, которая была дана богами нашу. Я её вспоминаю. Я обнимаю тебя. Может быть, я не так любил тебя. Может быть, как мальчик такой, подросток. Но сейчас я тебе говорю, что из меня тоже льётся любовь. Вот она, птица, счастье, рыбка золотая. Ты моя рыбка золотая. Ты моя рыбка золотая. И что вы говорите этому? Вы рыбка золотая. А он кто? Огромный кит? Уф, проглочу. Что вы ему говорите на это? Знаешь, я тоже чувствую и понимаю, что на этой встрече была не просто так. Кто-то встретился в другой стране, кто-то на расстоянии, кто-то в каком-то движении. И вы ему говорите, я тоже внутренне всё понимаю, как-то внутренне стремлюсь к тебе. И знаю, что именно боги дали нам эту встречу. И я верила, что ты меня любишь. Верила. А потом ты всё как-то начал мучить меня. Давайте подвинем. Что он отвечает вам на это? Ух ты. Ну, я говорю, мужчина такой, прям двулики Янус. А страдает он. Девочки, он страдает. Как он страдает? Ну, вы его задели по полной, не хочу. Он говорит, знаешь, я и ночами вспоминаю о тебе, и снишься ты мне. И сердце у меня разбито. Я не думал никогда, что я, король, как король мечей холодный, изворотливый, расчётливый, вот смогу вот так вот полюбить, и эта любовь от меня не отходит. Я хочу тебе это сказать. Я, может быть, тебе никогда вслух не скажу. Мы залезаем в его голову, в его душу. Я не думал, что я, такой железный парень, начну тоже плакать. А я плачу. И ночами ты мне снишься. Да, ночами закрываюсь. И боюсь, что ты меня не примешь. Я сам своими руками наворочил и вонзил все эти кинжалы в сердце, в своё и в твоё. Что вы отвечаете ему? И у вас, Луна. Знаешь, я так устала. Я просто, честное слово, устала. Я хочу, чтобы была гармония, любовь, чтобы мы ходили с тобой за руки. А я всё время сопротивляюсь. Я всё время сопротивляюсь твоему какому-то нажиму. Всё время им какие-то манипуляции. То придёшь, то не придёшь, то напишешь, то не напишешь. У каждого своя ситуация. Но смысл такой. Я устала, что что-то в тайне, что-то скрывается. Ну-ка, давайте посмотрим. Мне не нравится здесь эта ситуация. И тут Луна, и тут Луна. Почему Луна? Что тут? Есть ли тут магия? Вот. Вот и вышло. Здесь у многих выйдет, что на человеке есть магическое воздействие. И на вас тоже. А здесь человек как бы понял, мужчина понял, что на нём что-то есть, что вы разъединяетесь. Это, конечно, может быть магическое воздействие, может и воздействие быть реальной жизни. Когда человек не может вытащиться из этой реалии, он не может жить, мужчина, в этих чувствах. Я просто отвлекаюсь от вашего разговора, чтобы вы понимали. А вы устали, вы говорите, я больше не хочу жить в темноте, я хочу жить при солнце. Что он вам говорит на этом? Ты просто убиваешь меня своими словами. Но ведь карта смерть – это не смерть, это можно начать всё сначала. Можно начать всё сначала. Я приду к тебе, как король посохов. Ты говорила о солнце. Вот знаете, я вам сказала про солнце. Я дам тебе это солнце. Я подарю тебе всю вселенную, всё солнце. А потом окажетесь с кастрюльками и с горшками. Как мультфильм. Что вы мне на это отвечаете? Я страдаю. Знаешь, я могу тебе сказать, что я страдаю. Я не очень верю, что ты мне подаришь солнце. Я уже стала идти по своему пути, по лестнице вверх. Становлюсь самодостаточной. Кто-то уже зарабатывает деньги, кто-то учится на кого-то. Я не очень верю, что ты мне подаришь солнце. Я не хочу больше страданий. Ты говоришь, что ты мне подаришь всю вселенную. А я уже боюсь, что ты опять начнёшь меня мучить. Ты меня измучил. Я понимаю, что ты вдруг сейчас понял из кучи своих там женщин и чего-то. Да, вот видите, выпала принцесса чаша. Я сказала, из кучи женщин принцесса чаша выпала прям. То теперь ты решил, что я самая лучшая на земле. И что он об этом говорит? Ух ты. Вот видите, он внутри одинокий. А он отвечает, вот как бы заканчиваем раскладом. Знаете, что он говорит? Я внутри без тебя сейчас. Как пустое место, как монах, который идёт, освещая дорогу, не знаю куда. Я действительно к тебе имею чувства. Да, у меня на первом месте решение каких-то проблем материальных, ещё каких-то. Мне нужно всё это разрешить. Есть проблемы, которые надо разрешить. Но я верю, что когда-то мы будем с тобой вместе. Я хочу быть с тобой вместе под одной крышей. Четвёрка посохов. Это карта семьи, семьи, семьи очага. Давайте вы закончите всё-таки разговор. Последнее слово всё-таки будет за женщиной, правда? И что вы говорите? Эх, мой император. Там император был. Ой, как-то вы нехорошо заканчиваете разговор. Знаешь, я очень внутри стремлюсь к тебе. Но пока я буду отгораживаться. Я буду отгораживаться. Пока действительно ты не осознаешь всё, что ты мне причинил. Я сейчас закрыла себя от всех. И глаза завязаны, и руки. Я закрыла себя от всех. Я должна очень многое передумать. А что вы должны передумать? Передумать, обдумать. Он стремится. Я должна передумать, обдумать всё о тебе. Вот эти вот. Всё о тебе. Я должна всё это всё как бы проанализировать. Пока я от тебя буду закрываться. Почему? Я боюсь обжечься опять и сделать себе больно. Я больше не могу терпеть такие мучительные моральные ожоги. Почему? Потому что я всё время боролась и за нашу любовь боролась. И, наверное, напоролась. Я должна всё передумать и обдумать. Но у меня к тебе есть чувство. Я не вру. Но у меня страданий больше, чем радости от этой любви. А я хочу радости. И ты тоже подумай, как тогда всё заново начать. Или как исправить то, чего и ты напортачил. Ну и где ты и я. Вот такой у нас был расклад. И сейчас я просто посмотрю. Прям такой тяжёлый расклад. Два больных сердца. Расклад два больных сердца. Как здесь две розочки, а третья не распустилась ещё. И что скажут нам просто? Уже разговор закончился. Что он будет предпринимать по отношению к вам? Ну, пока будет созерцать, думать тоже. Будет бороться с какими-то препятствиями, о которых мы говорили. Вполне возможно, что будет готовиться к тому, чтобы с вами встретиться, обговорить. Потому что тут нужен серьёзный разговор вдвоём. И тогда действительно появится радость. Ну, как-то он хочет, но не может. Вот вы здесь получили, что вы как бы перевязаны, закрылись. А у него тоже закрывают. А что вам надо вот это вот ждать или что? Решение принимать, конечно, только каждому лично. Одни пойдут на примирение, другие скажут нет. Это личное дело каждого. Наша жизнь – это наша жизнь. Карты – это карты, а наша жизнь – это наша жизнь. Они дают нам, показывают ситуацию, а решение принимать нам. Какое решение вы, в общем-то, вам лучше принять? Да, здесь идёт, что нужно обдумать, принять правильное решение. Пересмотреть всё. И вот, смотрите, разрешение. Вы разрешите этот вопрос, а в какую сторону? Пусть каждый разрешит по-своему. Разрешите в свою пользу при умножении. Станете, может быть, одеваться красиво, красные розовые платья одевать, туфли на каблуках. Просто начнёте себя любить. Вот освободитесь от этих оков, от этих мучений. Это моральные мучения. Вы себя вот заковаливаете, моральные мучения. И будет приумножение. Как вы решите восстанавливать отношения с человеком? Не восстанавливая, потому что у некоторых тут выйдет действительно восстановление. И у некоторых даже выйдет, что предложение, может, руки и сердце, или совместное проживание. Но тут решать вам, и вам вдвоём, или вам лично. А я всегда желаю, отношения должны быть, если это отношения, они должны быть гармоничными. Они не должны вызывать страданий. Если отношения вызывают страдания, нужно сразу уходить. Не надо терпеть ни пять, ни девять, ни десять, ни двадцать лет. Не надо ничего терпеть. Потому что это терпение ни к чему не приводит. Дети видят, когда они рождаются, как мучаются родители. И тоже не видят этой радости в жизни. И когда это просто отношения. Когда они ведут к чему-то там, как женщины хотят выйти замуж. Запомните, когда вы встречаетесь, не придумывайте себе. Всё, это мой единственный, это мой будущий муж. Не выдумывайте, не придумывайте. Просто живите в этих отношениях. Они сами приведут туда, куда надо. Как только вы будете в мечтах придумывать свои эти белые платья, банты. Марш Виндельсона, знайте, вы вот это своё будущее перетащили в настоящее. И этого именно будущего, с этим именно мужчиной не случится. Запомните, девочки, вот так вселенная, она так выполняет наши желания. А вы не желали, вы мечтали. А мечты всё разрушают. А желание – это действие. Всех вам благ, радости, счастья, удачи и добра. С вами была ваша Вивиена. До новых встреч. Всех благодарю за лайки, за подписки, за комментарии. Пока-пока. С вами была Вивиена. И ещё, делайте перепосты видео. Пока-пока.